Активные и неравнодушные смоляне участвуют в акции «Зеленая линия фронта» – мероприятие родом из Смоленской области, и призвано увековечить имена бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акцию запустили на Смоленщине в честь столетия со дня рождения одной из партизанок региона – Любови Кулаковой. Мероприятие постепенно обрело популярность по всей области, и 29 июля свою лепту в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне несли и жители Десногорска. Символом акции стала рябина, посадив которую предлагается увековечить память героя. Десногорским стал Олег Анисимов. Будучи ветераном Великой Отечественной войны, он стал и одним из первостроителей Смоленской АЭС. Волонтеры и представители поискового движения «Долг» посадили в память о ветеране молодую рябину напротив Центра культуры и молодежной политики Десногорска. Это дерево мы сажаем в честь ветерана Великой Отечественной войны Анисимова Олега Михайловича. Родился 29 августа 1921 года в городе Рослове в Смоленской области. Несколькими днями ранее к акции «Зелёная линия фронта» присоединился и глава региона. Алексей Островский посадил рябину в Вязьме в память о своём без вести пропавшем на фронте родственнике. Посчитал принципиальным и важным для себя принять участие в акции «Зелёная линия фронта» посадить вот эту рябину в память о без вести пропавшем на фронте моём двоюродном деде Алексея Яковлевича Онурове, в честь которого 44 года назад родители дали мне имя Алексей. Участие в акции может принять любой желающий. Для этого нужно посадить дерево в память о тех, кто сражался за родину на территории Смоленщины. Затем записать видеорассказ о героических людях и событиях, которые здесь происходили, и выложить ролик в соцсеть с хэштегом «Зелёная линия фронта». Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ